Светлана Запорожская И после ее задорного, оптимистического, интересного выступления Мне захотелось ее проверить на деле, правильно? А что такое проверить на деле на телеканале Евразия? Это значит пригласить на уральскую кухню Что же мы с вами научились? Поскольку Светлана Запорожская у нас наполовину украинка, наполовину сибирячка Окончив институт культуры и музыки Академия музыки и театра Академия музыки и театра Красноярского института Приехала к нам сюда по приглашению И в какой-то степени наши гости Я думаю, что мы посмотрим даже может быть что-то И подсмотрим какой-то рецепт, который будет уже для Южного Урала ближе Может быть он немножко не сибирский, нет? Он простой? Честно, меня ему научила мама И откуда он взят, не знаю Делаем, рассказываем Итак, это ленивые котлеты Так называются в простонародье Почему ленивые? Потому что они делаются в фарш Курица нарезается очень мелко И замешивается в тестообразном соусе И обжаривается Довывается Итак, для начала мы берем куриную грудку Очищенную полностью Ее нарезаем на мелкие кубики На самом деле я готовить люблю Но очень люблю, когда у меня есть на это куча времени Когда ты как творческий человек Импровизируешь из того, что есть А я вот стою и импровизирую с пустой мисточкой Мы для начала туда пока складывать курицу не будем Потому что там мы замесим соус А, там у нас будет замесим То есть это ленивые котлетки получаются? Да, да, получаются ленивые котлетки И состоять они будут из этих кусочков? Да, из маленьких кусочков Ну давайте я что-ли сейчас буду делать А, нарезать? Да, давайте так Тогда местами поменяться Потому что мне нужен миксер Давайте Что мы замешиваем в миксере? А мы замешиваем в миксере Яйца Майонез И муку Вот замешивайте Мы с вами очень быстро управляемся Телезрители поймут Что это очень быстрое блюдо Правильно? Да Я так понимаю И также мы добавляем еще чеснок Но его натрем чуть попозже Ложечка И также в соус добавляем еще соль Ну, соль по вкусу Кому как нравится Так, все Можно? Да, пожалуйста Для того, чтобы разбить яйца Сколько у нас яиц? Рецепт вы нам приготовили? Да, рецепт я дала Сейчас я использую три яйца Три яйца у нас Одна куриная грудка Вторая у нас для Антуражу Для антуражу Да, для нас останется Мы взбиваем яйца вначале Я миксер использую для того Чтобы это все быстрее было Так, я облегаюсь Убираем миксер Мне тут еще понадобится Потому что я не все добавила Так, я добавляю муку Что еще? И чеснок с солью Чеснок солью И вот это мелко нарезанное Тоже туда пойдет? И потом оно пойдет туда Угу Чеснок добавляем по вкусу Кому как нравится Может хватить и одного зубчика А может и целая головка уйти Понятно Кому как нравится Прежде всего мне нравится готовить На вкус, так скажем Когда ты Сегодня по настроению У тебя добавят столько Завтра у тебя добавят столько И ты импровизируешь С тем, что имеешь Ну, об этом я уже говорила Сегодня первый жаркий день у нас Да? Я не могу не воспользоваться И мне как даме Серебряного возраста Кстати, я получила такое звание Героин серебряного возраста Арчанка года в номинации выиграла Ух ты Да Ой, я могу воспользоваться Вот, Светлана Героин серебряного возраста Ну, вы тоже героин И жнец, и на дуде игрец Ну, артистка Пробуем все Давайте Сюда Сейчас соображу Что, соль? Да, соль я не добавила Но, в принципе, можно и так ее замешать Давайте Мы пока так подержим Вдруг нам захочется еще одну грудку сделать Так, и Сейчас И вот в эту такую смесь нашу красивую Мы добавляем уже, наконец-то, нашу курицу Все, обыкновенная смесь Которая состоит из яиц Майонеза Чеснока Чеснока Муки Соль И растительное масло у нас Это будет к сковородке Да И перемешиваем Как у нас называется рецепт? Они называются, так и называются Ленивые котлеты Ну, как бы А получается, вроде как омлет Да Может быть Как омлет А давайте покажем телезрителю Давайте Посмотрите, получился какой Омлетик с куриной грудкой Сейчас тут немножечко жидковато Я еще добавлю муки Интересно А в микроволновке он тоже мог бы быть Имеет право быть, нет? Честно, не пробовала никогда Вот Может быть, как общая субстанция Могло быть То есть наша задача Привести это немножечко В загустевшем Вариант В загустевшем Вариант Ну, чуть-чуть Это как на оладьях Должно, вроде быть, и жидко И с другой стороны И выкладывается, наверное, как оладья Да, да И выкладывается так же, как оладья И в уже разогретую сковородку Начинаем выкладывать Выкладывается ложкой Так Как оладьи Как я уже до этого и говорила То есть если оно вдруг чуть-чуть растекается Мы просто формируем из этого Оладушек Оладушек Так Все кипит Брызгается Ну и жарятся, наверное, они очень быстро Они очень быстро жарятся То есть пока я укладываю одну партию Уже чаще всего нужно переворачивать Понятно Видите, даже уже есть ощущение того, что поджарилось Так, ну что, приготовились наши? Мгновенно Приготовились наши ленивые котлетки Да А всего-навсего, да? Два яйца Два яйца Майонез Мука Соль Чеснок И нарезанная грудка Куриная грудка Которые все это обмакнули Сделали вот такие оладушки Да, они получаются разной формы Потому что она растекается Иногда, есть такой секрет Используется рюмка Выкладывается с помощью рюмки То есть заливается в саму Чуть-чуть больше добавляется муки Обволакивается и выкладывается с помощью рюмки У нас было две куриногрудки Но поджарила у нас Светлана одну И уже получилось много И уже получилось много Посмотрите На ужин Семье хватит Да Ну, если, конечно, там Не 10 человек Не 10 человек Да, то все это хватит Итак, вот этот рецепт вас научила мама Да Меня научила ему мама И это было одно из самых любимых блюд в детстве Да? Причем это еще такой походный вариант Мы брали Есть в Красноярске столбы Да Мы там были Горы, горы сибирские Они находятся в черте города Да То есть можно на автобусе Просто доехать до конечной И ты уже там И мы очень часто Смотровая площадка Там не только смотровая Там каждый столб Это гора, да Она как смотровая площадка И так мы часто очень ходили Потому что семья спортивная Вот Часто очень брали с собой вот такое блюдо Берется хлебушек, получается На него котлетка накладывается И естся как бутерброд Ну посмотрите, какие нежные, маленькие, красивые И всего два яйца Чеснок Мука Мука И майонез Майонез И нарезанная вкусно куриная грудка Очень красиво Да Очень мило Очень изящно И теперь пожелание для тех, кто любит Ценит уральскую кухню Импровизируйте Пробуйте что-то новое Добавляйте в свое блюдо Вашу индивидуальность Вот Видите, какое хорошее пожелание Сказала Света Ну а я с учетом Нашего возраста Тех, кто смотрит уральскую кухню Хочу пожелать одно Выключив газ Свет Утюг И воду Не забудьте уйти из дома И желательно прийти на уральскую кухню Да И желательно уже со своим рецептом И тогда все будут рады Нашей с вами встрече И наши гости Артист Корского драматического театра Светлана Запорожская И я Ее автор и ведущая Этой телепередачи Татьяна Фрик Всего доброго Дорогие друзья До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова